Сегодня я хотела бы рассказать о результатах исследования, которые я проводила вместе со своими российскими коллегами, о подготовке детей к школе и о том, какую роль в подготовке к школе играют различные семейные факторы. Хотелось бы начать с того, что, как мы все знаем, дети приходят в школу с очень разным уровнем подготовки. И это является универсальной проблемой. Это является проблемой, насколько я знаю, на основании своих разговоров с учителями и в России, и в Америке, в обеих странах, а также в других странах. И вот эти самые начальные развития в подготовке детей к школе, они на самом деле представляют собой серьезную проблему для образовательной системы, потому что исследования показывают, что они, как правило, не уменьшаются, различия между детьми за время их обучения к школе. Они как минимум остаются примерно такого же размера или даже увеличиваются. И если мы будем рассматривать возможные источники различий в навыках детей, например, когнитивных навыков на момент прихода в школу, то, конечно, нужно отметить, что есть какие-то биологические предпосылки, разные способности у детей. Дети посещают разные образовательные учреждения, и это может в какой-то степени повлиять на их подготовку к школе. Ну и, конечно, существует большая разница между семьями, в той степени, в которой они оказывают поддержку для развития ребенка. На то, что существует связь между семейными факторами и подготовкой к школе, указывает тот факт, например, эмпирический, что в большинстве стран, в которых мы проводим такого рода исследования, существует высокая корреляция между социально-экономическим статусом семьи и уровнем подготовки детей к школе. Когда мы говорим о социально-экономических факторах, это вообще очень емкое понятие, и в него входит много компонентов, но основными двумя компонентами являются доход семьи, денежный доход, и образовательный уровень родителей. Как я сказала, то, что эти факторы связаны с уровнем развития детей в начале школы, это установленный факт, но если мы как бы об этом задумаемся, то станет очевидным, что они оказывают опосредованное влияние на развитие ребенка. То есть тот факт, например, что у папы больше денег в банке, он сам по себе никаким образом не улучшит развитие речевых способностей ребенка. Но тот факт, что этот доход может обеспечить доступ ребенка к каким-то дополнительным ресурсам в виде материалов, которые у него есть дома, или кружков, на которые его могут записать, это может непосредственно влиять на потребность ребенка в школе. Когда мы говорим о вот этом опосредованном влиянии социально-экономического статуса семьи на развитие ребенка, то ученые очень часто описывают это в контексте вот такой вот модели, которая называется по-английски family investment model, а по-русски она называется, я ее так перевела, но немножко странно звучит, наверное, инвестиционная модель семьи. То есть это, понятно, заимствован термин из экономики, но на самом деле, если мы понимаем инвестиции не только в материальном смысле, но и в психологическом смысле, то это становится более разумным и понятным. Как вы видите, в этой модели изображены связи, причинно-следственные, как считается, между социально-экономическим статусом семьи, которые влияют на те вложения, которые семья может, так сказать, сделать в развитии своего ребенка, а эти факторы, в свою очередь, уже они-то, собственно, непосредственно влияют на разные показатели развития самого ребенка. Когда обсуждают понятие family investments, вот эти самые инвестиции семьи, то, как правило, различают три категории. Это как бы ресурсы, во-первых, которые есть дома у ребенка, то есть, например, включает, например, количество детских книг, включает наличие образовательных игр, компьютерных программ образовательных и прочее, прочее, целый список. Кроме того, туда входит возможность семьи, так сказать, записать своего ребенка на какие-то кружки дополнительные, секции, которые тоже носят развивающий характер. И более психологического рода, так сказать, инвестиция заключается в том, что родители вовлекают своих детей в разного вида занятия дома, просто общаются с ними, и часто это общение имеет развивающий характер, играют вместе с ними в какие-то игры, читают книги, обсуждают эти книги, вспоминают события, которые они вместе пережили, и все. Это можно считать вот этим самым вложением психологическим в развитие ребенка. Модель, которую вы видите, очень широко используется в детской психологии для описания, так сказать, вот тех самых механизмов, которые объясняют для нас процессы, происходящие в контексте семьи. Но, конечно, модель, как и любая теоретическая модель, она, так сказать, всегда может дополняться и развиваться дальше. И существует на данный момент много дополнительных вопросов о тех факторах, которые влияют на те вложения в ребенка, которые родители, так сказать, могут сделать. Например, одним из таких факторов, которые до сих пор не рассматривались в контексте этой модели, являются установки родителей, или то, что называют по-английски parental beliefs, то есть это вера, как бы взгляды родителей на воспитание ребенка, на цели развития ребенка, на то, какого типа деятельность, занятие с ребенком подходит для данного возраста, какие цели они ставят перед ребенком в каждом возрасте и так далее. Мы, как бы, знаем из других исследований, что вот эти самые установки, то есть взгляды родителей на развитие детей, на самом деле, очень серьезно влияют на то, какие решения семья, родители принимают относительно того, как, так сказать, потратить свои ресурсы на ребенка. То есть есть, например, такие родители, и, например, в Америке довольно много есть образованных родителей, которые считают, что поскольку основной вид деятельности дошкольников – это игра, то более академическое обучение – это задача школы, а задача детского сада – подготовить ребенка таким образом. Поэтому, понятно, они не будут покупать какие-то специальные книжки, с помощью которых можно обучать детей, как складывать и вычитать числа, потому что они считают, что это как бы не нужно на данном этапе. Другие родители могут иметь кардинально отличающиеся взгляды, и в соответствии с этим они тоже будут делать какие-то решения по поводу того, куда вкладывать ресурсы материальные и психологические. И, кроме того, еще один момент, который требует дополнительного внимания, связанный с этой моделью семейных факторов, заключается в том, что до недавнего времени она использовалась преимущественно в западных исследованиях, и исследовались, соответственно, дети, которые живут в Европе или в Америке. При этом очень важно получить информацию от стран, у которых несколько иная социально-экономическая структура. Если мы хотим понять, насколько можно обобщить вот эти самые принципы, то понятно, что нужно тестировать эту модель, использовать и посмотреть, или она работает в других условиях. И то исследование, о котором я вам сегодня расскажу, оно как раз проводилось в очень отличающихся условиях, оно происходило здесь, в России. И мы считали, что это очень важно именно в данном социально-экономическом контексте провести исследование, потому что, скажем, между Россией и современным западным миром есть определенные сходства и различия, которые очень важны для нашего понимания этих процессов. С точки зрения сходства, в современной России принципиально есть абсолютно те же самые ресурсы. То есть я не обсуждаю, насколько у всех есть доступ к этим ресурсам, но в принципе есть книги, развивающие игрушки, конструкторы, компьютеры и все такое прочее. То есть в этом смысле нет большой разницы между тем, чем теоретически располагают родители, скажем, на Западе и здесь. Кроме того, есть большая культурная традиция, что родители занимаются со своими детьми чем-то дома, они вместе читают, они часто ведут разговоры. То есть есть такие общества, где взрослые и дети отделены друг от друга, но здесь они все время взаимодействуют. Так же, опять же, как в европейском обществе или в Америке. С точки зрения различия, есть некоторые моменты, которые связаны с устройством образовательной среды и социально-экономической структурой общества. Например, в России мы считаем гораздо более доступны дошкольные учебные учреждения. Насколько я понимаю, абсолютное большинство детей ходят в бесплатные дошкольные учреждения. В отличие, скажем, от Соединенных Штатов, где совсем небольшой процент людей имеет доступ к бесплатному дошкольному образованию. И кроме того, нет такого централизованного контроля и регуляции этой системы, которая теоретически может обеспечить более однородный уровень их функционирования детских садов. То есть мы предполагали, что, учитывая вот эту доступность и большую схожесть детских садов между собой, чем, скажем, в Соединенных Штатах, по качеству, по тому, чем они занимаются с детьми, может быть, это каким-то образом компенсирует различия между детьми, которые связаны с семейными характеристиками. Поэтому нам было очень интересно посмотреть, действительно ли мы здесь такую же разницу, такие же процессы, как мы наблюдаем в Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что здесь есть такой, как бы, буфер в лице дошкольного образования. Кроме того, как бы наше изучение неких статистических показателей и сравнение их между, скажем, Россией и Соединенными Штатами Америки показало, что, скажем, уровень образования родителей гораздо меньше коррелирует в России с уровнем их дохода, чем в Америке. И это, как бы, для нас тоже очень интересно, потому что тогда мы можем, как бы, разделить эти два момента. В Соединенных Штатах они очень высоко коррелируют между собой, и мы не можем понять, что, какова, как бы, роль родительского образования и относительно этого, какова роль доходов родителей, вот, в тех вложениях, которые семья делает относительно развития ребенка. Ну, и таким образом мы пришли к этому исследованию, которое было проведено в России. Целью его было изучить подготовку детей к школе, фокусируясь на определенном аспекте этой подготовки, а именно на развитии их языковых навыков и навыков чтения. Как раз к тому времени, когда они должны начать обучение в первом классе. Эти аспекты подготовки, как бы, определяют траекторию успешности ребенка почти на все школьные годы, поэтому нам было очень важно именно на этом сфокусироваться. И мы поставили перед собой две исследовательские задачи. С одной стороны, мы хотели концептуально расширить существующую инвестиционную модель, посмотреть, как можно в нее вписать родительские установки, а с другой стороны, мы хотели расширить понимание, насколько она применима в других контекстах, а не в тех, в которых она изначально формулировалась и использовалась. Исследование, которое нам здесь удалось провести, включало в себя больше тысячи, как вы видите, семей, 1332 ребенка, их родители из большого российского города, не Москвы, приняли участие в нашем исследовании. Дети на входе в первый класс примерно более около семи лет. И социально-экономический статус семей очень отличался в нашей этой выборке. Примерно половина семей представляли собой люди со средним уровнем дохода и с высшим образованием. Но другая половина, так сказать, отличалась очень существенно. Были люди, у которых доход был гораздо больше, чем, по-моему, здесь 100 тысяч рублей, и были те, у которых доход был 20 тысяч меньше рублей. То есть большая вариация, которая нам как раз позволила исследовать, насколько эта вариация предсказывает разницу в развитии ребенка самого. Я вам немножко расскажу про тот метод, который мы использовали в этом исследовании. Мы, естественно, провели диагностику детей. Она была проведена буквально в сентябре-октябре, как только они пришли в первый класс. То есть мы фактически смотрели на то, что они с собой принесли в школу к этому времени. И мы дали им очень обширный такой тест, в который было включено три основных секции. То есть мы тестировали их словарный запас, техническое чтение, начиная с того, могут ли они читать отдельные буквы, потом слога и так далее. И для тех, кто умел читать лучше, смысловое чтение. То есть они должны были отвечать на какие-то вопросы по тексту. Родителям этих детей тоже была дана очень подробная анкета. В которой мы... Мы не одна минута остались? Окей, тогда я скажу, что была дана им подробная анкета, в которой мы самые различные аспекты функционирования семьи выясняли. И сразу я перескочу тогда к результатам, которые мы получили. То есть мы увидели, что такой показатель социально-экономический, как доход семьи, действительно влияет на все виды семейных инвестиций. То есть на то, какие занятия проводят родители с ребенком дома, на то, какие книжки, игрушки, какое количество их присутствует в доме, на то, в чем ребенок участвует за пределами дома. Очень похожая картина также была обнаружена с точки зрения связи между образованием родителей и развитием навыков речи. Причем образование родителей было гораздо более сильно связано с детской подготовкой к школе, чем, например, доход денежный родительский. И, наконец, установки, тоже родительские установки влияли на то, какие они принимают решения относительно того, на что им тратят свои ресурсы и свои психологические ресурсы в виде занятий с детьми. И, так сказать, если обобщать все эти результаты, то можно сказать, что это исследование в очередной раз подтвердило, что семейные факторы здесь, в России, так же, как и повсюду, играют очень существенную роль в развитии подготовки ребенка к школе. Первое, образование родителей при этом из тех тех факторов, которые мы рассматривали, оказывает самое существенное влияние. Следующее по значимости – это установки родителей. И третье по силе влияния на готовность детей – это доход родителей. Он тоже играет свою роль, но в меньшей степени, чем образование и установки родителей. Кроме того, это исследование подтвердило, в общем-то, инвестиционную модель семейных процессов в контексте России, что даже было в некотором смысле удивительно, потому что, как я сказала, есть большие различия между социально-экономической структурой российского общества и, например, американского общества. Но, однако, процессы, которые происходят в семье, и то, каким образом они ведут к определенному уровню развития ребенка, оказались совершенно идентичными. И в заключении только требуется отметить, что, конечно, эта модель не полностью объясняет все, что происходит в семье. Есть еще много других факторов, которые влияют на развитие ребенка. Кроме того, в этой модели мы в основном смотрели на количественную сторону этих самых инвестиций, сколько книжек в семье или как часто детям читают, как часто с ними играют в настольные игры и прочее. Но, конечно же, очень важно посмотреть на качество этих самых ресурсов, на качество книг, на качество обсуждения книг и прочее. То есть вот эти факторы тоже, безусловно, будут оказывать влияние на подготовку детей к школе. Все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.